здравствуйте друзья здравствуйте мальчики и девочки у нас сегодня специальный выпуск посвященный мало известному событию но может быть вы догадаетесь может быть вы догадаетесь увидя меня в цветнике вот у меня тут цветы тут цветы и вот можно сказать что еще один цветок благоуханный слева от меня это известный блогер из флориды известный на весь интернет потерянным телефоном это чисто женская чисто женская наташенька конечно мы хотим сделать видео и поздравить всех наших самых-самых красивых женщин на свете которые заслуживают много любви которые заслуживают много внимания со стороны мужчин которые стараются любить их уважать создают им все условия и конечно я надеюсь что все мужчины мира сейчас не сейчас хотела сказать в тот день вообще как бы конечно по идее не в этот день должно быть всегда да не получается хоть раз хоть в один день ну что же да ну я очень хочу что все мои девочки и мальчики провели очень хороший день то есть провели день так чтобы он запомнился на весь год опять чтобы все женщины ждали этот день целый год ну или чтобы каждый день у них был как 8 марта допустившего каждый день хотя два раз в неделю по субботам шаббат называется да кстати сегодня пятница вот сегодня наташа вот в преддверии 8 марта вот я могу тебе сказать наташа скажу шаббат шалом воистину шалом воистину шалом и это у нас наступает 8 марта я вот что хочу сказать что конечно это как бы женский праздник но на самом деле он и мужской тоже потому что они по нам сохнут они за нами заботы за нами ухаживают заботятся любят нас и и духами они побрызгаются и в салон они пойдут этот они все или не сняться на кого это делается ну я думаю что в значительной степени для себя тоже то есть хочется правда красиво хочется услышать комплименты хочется и не только мужчин от мужчин даже отца и своих же подружек честно говоря когда слышишь комплименты от подружек они самые честные даже не ты мне напоминаешь анекдот как встречаются две подружки на улице на оживленном перекрестке но пусть будет в москве и одна другой будет как тебе мой костюмчик новый так говорит я так спешу ну совершенно не до ссоры вот я и говорю если подружки сделали комплимента они я думаю что эти комплименты самые честные потому что очень тяжело одной женщине говорит другой комплимент и я это общепризнанная конечно же многие напишут что это все ерунда но настолько вот я слышала что если мужчина конечно видит красивую женщину он с легкостью говорит ей комплимент то допустим подруга может завидовать другой и не ничего не сказать такое случается но конечно а может написать анонимку жене допустим что вот там комментируется такого не найдет ни у кого нет он бывает общего я знаю случай наташенька значит вот у нас в школе у вас там мало девочек группе да меньше мальчиков там меньше чем мать но вот есть ощущение праздника 8 марта вообще что-то такое наступает или в америке праздник не празднуется и он как бы девочки которые сидят на переднем ряду они сегодня уезжают допустим в лос-анджелес они поедут на выходные у мальчиков спрашивают что вы будете делать 8 марта они ничего потому что многих мальчиков жены и девушки они в других штатах и где-то в других местах вроде как они считают но некрасиво чтобы что-то там отмечать можно пойти пивка можно позаниматься я наверно тоже куда-нибудь съезжу как так скажем устрою сама себе праздник может быть поеду куда нибудь погуляю сниму видео я не знаю у меня тоже моего мужчины нет и вроде как по хотя бы у меня вене он не отмечает 8 марта ему сказали завтра 8 марта мы идем все в компанию и мы идем это вот русскую компанию обычно в орландо мы собираемся им очень это нравится и он зря моему артем говорит господи что что там не пошел там столько девушек было красивых одиноких глаза вот так вот горят потому что очень многие увидят тоже глаза горят на на что глаза слушай а вот скажи женщина вот ты говоришь что комплимент вам комплимент разве женщины не чувствуют на себе взгляды мужчины какого характера взгляды и какого плана это интерес у него конечно чувство чувствует но вижу же не маленькие все вот и так он все лжет и она конечно любит своего мужа все равно комплименты такого рода так скажем а или какие-то взгляды такого рода они снова по словам приятно потому что ты чувствуешь то что ты выглядишь как женщина все еще то есть на тебя еще внимание обращает а то есть конечно такие они должны быть в рамках не а мне говорят что мои комплименты за дискаунтом ведут со скидкой потому что говорит а да он всем комплименты говорит что так а не хватало чтоб я только одной писали вот именно нет нет конечно если ты всем как раз их говоришь да то это хорошо я зато искренне я всегда вижу там ты мне сегодня сделка момент как красиво одета ну ты у нас то я первый раз тебя вижу в таком виде говорит и она даже когда ты красиво а я говорю так мы же видео собрались а мы на самом деле договаривались что-то записать и мне значит наташа из дома что-то принеси какую-то декорацию знаете как но декорации вот ну кроме цветов что принесешь вот и поэтому я уже думал что каком я думаю есть декорации нашла вообще имела в виду честно я вот со светом потому что вся допустим мы с тобой обсуждали у тебя в кабинете ты говоришь может нам два платочка каких-то повязать и быть маврикина и обдоте реки тишина нет платочки еще смешно тебе я думаю может быть что-то там придумаешь но если нет нет я могу буденовку с красной звездой но это не то значит мне вообще хотелось 8 марта встретиться с какими с моими подписчиками в сан-франциско вот если бы кто-нибудь написал сказал наташа давай мы тебя встретим там потому что я знаю что мы езжай в сан-франциско иди в русский район туда на улицу гири что там русский район скажем так там повышенная плотность русского насилия русскоязычного и вот значит идем или то что у православного храма дает большой такой православный что все будут нам стоять они все по-русски говорят и каждый человек который будет по-русски наташа это либо одно из двух либо это твой уже подписчик либо это в будущем он потенциально либо уже возможно ты встанешь и что мне пока держать наталья квик нет ну квик могут подумать что ты что-то быстрое предлагаешь это не то наталья фаст нет это не то значит можешь не стоять я уже стоять у храма знаешь и снимать всех кто мимо идет и кричать им там христос воскрес ну нет не увольте меня пожалуйста тогда не будет тогда не будет михаил да вот я хочу вам предложить допустим поздравить светлана с 8 марта при всех и пусть ее тоже все поздравят все 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 которые ваши подписчики даже моя разделим на две части значит первая часть это то что я и так как бы ну естественно индивидуально скажу а так я могу сказать что мы в этом году будет 40 лет как мы женаты это будет в ноябре как здорово а многие из только еще не жили конечно вот ты например ну я комплимент такой а я так ладно как вот значит и знаете когда время проходит и ты как бы много лет с одним человеком то получается какое-то срастание такое то есть как бы нет вот там миши и нет цветы а есть какое-то такое вот не знаю такое слияние двух людей которые как бы выглядят по-разному и вроде бы как это же каждый из них поле можно его отдельно рассматривать на самом деле они они вместе и раздельность только вот вид на уровне физического тела который можно потрогать можно сказать это кто там за плечо пощупать это плечо миши это плечо свет только допустим открываешь от а света уже знает что ты хочешь сказать ну скажем так уже трудно что такое сказать чего бы она не слышала это правда но с другой стороны поскольку мы все время какие-то истории новые возникают сейчас свет у меня изучает там эту систему векторную психологию и значит там разные термины есть и там такие виктор там есть восемь векторов значит каждый из которых присутствует в той или иной степени значит там генетически в человеке от рождения и соответственно читать степень развитости этих векторов вот определяет то кто мы есть это целый цель такая концепция очень интересно и света как бы туда погружается меня значит посвящая то есть у нас всегда есть о чем поговорить о таком чего мы раньше не обсуждали поэтому да но с точки зрения 8 марта я я за то чтобы у света каждый она чтобы на каждый день чувствовал себя как 8 марта я стараюсь и если ты меня спросишь вот это просто разница мужского и женского спрятая если ты спростишь меня я тебе скажу что у нее есть все основания для того чтобы так себя чувствовать каждый день но если ты спросишь ее может быть она не каждый день я немножко просто думаю что времени немножко у тебя как бы не хватает потому что ты очень занят вот это решение время дефицит да но я по видео вижу если у вас выходной то конечно вы проводите вместе и как бы у вас время приятно таки да это здорово и я тоже хочу светочку поздравить с 8 марта и не знаю лично но я надеюсь что я когда-нибудь приедет да конечно тоже я очень преклоняюсь перед этой женщиной и она права однажды сказала что каждого великого мужчина сделала женщина и я уверена что она сделала не она сказала нет но она это процитировала процитировал да и это на самом деле так я думаю без нее не было и вас не было бы и вас я думаю что дело не великому мужчине а дело в любом мужчине то есть если если человек самореализованный состоявшийся там или что-то то все-таки там там присутствует женщина и которая не обязательно она именно условия ему создает но она может быть музой конечно вот его женщина женщины в белом это это неважно разные отношения между людьми разных типов и и так далее но просто когда люди вместе это не в том дело что есть там печать паспорте стоит но когда люди вместе действительно вместе то они как бы уже энергетически они сливаются и они очень похожи вот вообще люди когда так долго живут вместе они даже они даже физически похожи друг на друга то есть лицом сестра собаку обычно выбираешь собаку и того сам не осознавая похоже на тебя почему с одной стороны с другой стороны она настраивается на тебя вот у меня был допустим песик по мне померанский шпиц и конечно до этого у меня была персидская кошка это все похоже на меня и это я все люблю но посмотри сбоку у меня и носа нет как у персидской кошки а вот какая бы собака подошла тебе у меня была собака какая-то ротвейлер какой-нибудь подошел ну что это такое ну такой здоровый у меня был интеллигентный такой игрун по-русски мы бы назвали бы его мягкошерстным пшеничным терьером а по по мне называется soft coated with interior его звали чарли он пушистый он мягкий как лама пшеничного цвета он облизывал всех кого встречал он каждый человек который вот мне попадался ему это был как друг с которым он давно не виделся и он на него кидался облизывать моя дочь его называла non-discriminated clicker то есть по-русски так дословно сказать но никого не пропускала никого не облизыватель не дискриминирующий облизыватель такой совершенно я почему-то представляю вашу собаку от лабрадором каким-то или ротвейлером потому что большой и как-то вот большой такой то есть по размеру сильный ну не то что даже по размеру а именно вот почему-то представляю ее так я не знаю как сказать ну я думаю что был бы ротвейлер значит мы бы с ним тоже дружили очень тяжело терять друзей вот даже если друг это собака а не человек даже это ужасно очень тяжело терять и вот мы и чарлик ушел несколько лет назад и мы с тех пор мы не можем завести новую собаку просто у нас внутренний какой-то облом да 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 и мы не можем а сколько лет собаки было когда у вас? 11 да у меня был Кузе 9 лет тоже это очень тяжело очень тяжело ну а что мы о грустном мы же мы же ну что-то может нам о женщинах о 8 марта как-то вот мы вчера разговаривали про это видео я тоже думала думаю о чем мы поговорим про 8 марта мы поговорили но что-то веселое я слышал сегодня я слышал сегодня версию я не знаю насколько это правда откуда взялся праздник 8 марта ты когда-нибудь слышала такое вот словосочетание Клара Цеткин так да или нет Клара Цеткин слышала словосочетание это имей фамилию Клара Цеткин Роза Виксембург Клара Цеткин это были революционерки коммунистки немецкие хотя я подозреваю что они видимо из той части Германии которая была Польшей да вот так же как допустим часть Польши была в Российской империи часть Польши была в Германии в Австро-Венгрии короче значит вот Клара Цеткин была по происхождению она была еврейская женщина и значит она 8 марта приходится на еврейский праздник Пурим веселый такой хороший добрый праздник когда эстер в Америке называют эстер а так эсфирь наверное по-русски вот и вот эта эсфирь она спасла еврейский народ от уничтожения значит целым рядом действий короче я не хочу в это дело значит уходить но поскольку вот это царица эстер и вот она женщина и и вот Клара Цеткин значит сделала из этого коммунистический праздник я думаю что международным 8 марта может рассматриваться только в том смысле в каком коммунизм является международным течением потому что там конечно люди как бы других убеждений вряд ли это все отмечают я никогда не видел но я думаю что нам достаточно без того чтобы рассматривать это как международный праздник нам вполне достаточно того что это праздник вот той страны откуда мы есть правда и он абсолютно был лишен какого бы то ни было политического смысла а это был именно вот как в Америке скажем там день святого Валентина правда наверное вот такой день любви или там комбинация Дня Святого Валентина там с Днем Матери правда Mother's Day да вот такого плана праздник и вот я за все то теплое хорошее что в нем есть я думаю мы надо было поставить здесь бутылочку и чокнуться ну уже ладно сори сори не досмотрели не хватило инвентаря нет я предложила что чашечки кофе ну у вас такие красивые чашечки там стоят да да английские было бы здорово у них такая машинка появилась классная кофе делать и конечно кофе безумно все для женщин потому что у них один муж нет не я костик еще вот мы два мужчины остальные все у нас девочки и Михаил так сидит он говорит Танечка кофе можно во имя так приносит ему так приятно такой примон да я могу и сам взять но понимать они его очень внимание давай про внимание скажем да вот женщина женщина хороша тем что от нее есть внимание а мужчина хорош тем что когда она умеет его уделить тоже ведь не каждая женщина умеет уделить внимание ну я в позитивном плане я такого даже не хочу рассматривать вот она хороша тем что она может проявить внимание а мужчина хорош тем что он это внимание целей оценивает про тогда хочется еще больше внимания вот они только где деньги где деньги какая позитивная нотка да да я пытаюсь повеселиться ну что я считаю что мы поздравили народ как-то поднимем настроение теперь народу я извиняюсь чем но что у вас анекдоты шутки ходят добавляй сказал сразу я бы за запас а ты меня как раз экспромтом ты лучше намного даже я не знаю ческать давай мы без шуток а то сейчас пошутишь потом тебя неправильно поймут и в общем это такой праздник что лучше мы без шуток будет будем сачем про 8 марта и клару циткин это была такая шутка хотя говорят что это правда вот ну собственно и все давай подольше давай подольше мы же хотели в двух частях сделать так а эта часть куда не знаю подойдя давай тогда вторую часть в этом месте кончается первая и начинается вторая давай выключаем